Мы доверяем первому окружению своему, причем мы безоценно, мы проглатываем это все, не спрашивая, правильно это или неправильно. И вот мы такие программные существа, и мы являемся такими программными существами до момента пробуждения. Если пробуждение не происходит, пробуждение сознания, ну опять же, чего, да? Кто должен пробудиться? Вот это тоже вопрос, да? Кто должен пробудиться? Вот тот, кто на самом деле здесь есть, единственный, вот он должен пробудиться. То, что мы с вами сейчас будем искать во время медитации, вот то, что вы говорите, тишина, это на самом деле и есть вы настоящие. Но просто мы настолько здесь, это не по нифига, потому что везде не бывает идеальных мест, да? Я зашел, говорю, какое-то прекрасное помещение. Мы когда стали осознавать эту реальность, сразу на нас поток, что можно, что нельзя, как надо, как не надо. Имя дали. Хочешь, не хочешь, а теперь ты, вот такой, тебя зовут так, да? Пол определился, да? И потом дальше, а вот что делают девочки, что делают мальчики, да? Мальчик в голубое, а девочек в розовое, да? То есть все. А почему мальчик нельзя в розовое? Почему девочек нельзя в голубое, да? То есть, и вот уже начинается вот это вот программирование такое, да? Но по сути, вот то, кем мы являемся, оно в этот момент спит. Вот этот термин пробуждения, оно спит, оно как бы не обнаружило себя. Вот, знаете, для термина пробуждения, почему я сейчас это говорю, потому что это очень важно. Видите, термин медитации, он уже достаточно прочно вошел в обиход. Мы слышим, там, надо помедитировать на это, там, и так далее, да? Но что такое медитация и для чего она нужна? Потому что, конечно же, медитация — это изобретение Востока, но она проникла на Запад, а на Западе ее стали для чего использовать? Для того, чтобы стать успешным, для того, чтобы больше зарабатывать денег, для того, чтобы быть более гармоничным и так далее, но продолжая быть в программе. То есть, а медитация — это вообще-то на самом деле ее истинное предназначение — это обнаружить себя истинного, настоящего. И это пробуждение, оно как раз-таки начинается, когда вот эта ваша программа дает сбой. Потому что у нас у всех как бы программа такая, да? И кто-то живет в этой программе прямо до самой старости. Знаете, вот этот вот COVID, такие немыслимые уходы, смерти у нас в доме. Муж с женой, просто я их очень давно знаю, я переехал сюда в 98-м году, и вот с тех пор я как бы их видел постоянно, они постарели, я повзрослел, потому что я приехал в 27-м век, да? И вот мы даже не знали, что они оба умерли от COVID, потому что их на скорую увезли, сначала оба умер, а через неделю она. Причем они не такие уж и старые прям, но вот я думаю, что их программа сработала прям до самого практически конца, и умерли они в один день. Ну, то есть вот эта вот программа, да? То есть они как бы не очнулись, потому что, в принципе, жизнь их так как бы не разбудила. Может быть, вот ее разбудила, потому что, знаете, обычно, когда они просто вот так вот спрелись, они прям вот даже похожи друг на друга, прям, ну, такие вот, не скандальные, если там у меня за стенкой, они там, значит, ну, как дети иногда вот, хотя они уже очень старые, вот прям ругаются, прям, ну, обзывают друг друга, там, знаете, прям с утра начинают и так далее, да? А эти вот прям, знаете, и их программа никак не облонилась. То есть им как-то жизнь вот в этом плане благоволила, они дошли, и вот, может быть, да, она, ее программа сломалась вот когда он умер. Ей же, наверное, сказали, что он умер, да? Почему через неделю она не стала бороться просто за жизнь, как это обычно бывает? Потому что сразу такое одиночество, и вот это чувство утраты, и нету сил. Это у здорового, нормального человека, он не понимает, зачем дальше жить, когда вот резкая такая вот скоропостижная, а ковид, это же все скоропостижно умирали. Никто не ожидал такого, да? И вот незачем продолжать. Вот, да, ее программа обломилась. Все, дальше не зная, зачем жить. Дальше программы нет, потому что программа была только на двоих рассчитана, вот на такую, да? А у них эта программа начинает ломаться еще в детстве. Да, и вот эта программа, и вот когда ломается программа, возникает пробуждение. То есть вот, потому что вы начинаете понимать, что это вам не подходит, общество, допустим, вас не принимает, что-то у вас не получается, допустим, ну, разные могут быть ситуации, да? И вот здесь начинает пробуждаться, но пробуждение через что идет, через поиск. Потому что, когда нарушается программа, человек теряет смысл, смысл своего существования. Либо у него возникает очень большой страх смерти, если это связано с болезнью. Потому что, вот представляете, болезнь лайма, ну, это вот клещевой энцефалит, да? Да, но боррелиоз. И вот что-то там, если укусить, то может еще вот и эта болезнь лайма быть. И вот может быть обнаружено, я вот знаю человека, совершенно молодой человек, но это очень сложная болезнь, и практически от нее нельзя вылечиться. Ну, то есть вот традиционными методами, да? И вот человек начинает задумываться о смысле жизни, программа его ломается. Потом, знаете, я вот в Индии встречал девушку, она достаточно молодая. Я тогда вел на крыше онлайн-ретрит. То есть у нас участники были в находке, по-моему, а я был в Индии. И она зашла и говорила, а где вот здесь сатсан не проводят? Ну, я был просто в таком месте, где много мудрецов, и они проводят такие мероприятия. И мы с ней разговорились. Она из острова Кука, это где-то вот где Новая Дзеландия. Туда, кстати, многие россияне эмигрировали в свое время. И она рассказала, что... То есть она пробуждена, она действительно такая светящаяся была. Но я, разговаривая с ней, стал рассматривать ее. У нее на руке вот как у нас оспы, шрам от оспы, да? Только у нее вот с размером с березовый лист. Ну, где-то вот такие вот шрамы на руках. И я прям вся такая однокотворенная, счастливая. И я ей говорю, ну, она так вот как раз рассказала свою историю. И я говорю, ну, я, наверное, вот на вашем случае, я ее впервые убеждаю, что есть люди, которые пробуждаются не от боли. Ну, то есть, что вот просто, ну, вот как она рассказывала сначала, что вот ее вело интересом и так далее. Я говорю, ну, вот неужели бывают такие случаи? То есть у нее как бы не было сбоя вот этой программы. И она просто сама вот из интереса стала пробуждаться. И как только я ей это сказал, она сказала, нет. А теперь я расскажу, значит, тролочную, трошную историю, да. То есть оказалось, что она ездила, вот, волонтер, да, волонтером куда-то, и вот около Америки какие-то острова, в общем, там какое-то бедное население. И она там заразилась какой-то болезнью. Вот, кстати, вот эти вот штуки, да. Она не могла вылечиться от этой болезни. Причем, чем она только не лечилась, она вошла в всех экстрасенсов. Ну, помимо традиционных. Кстати, она сама медработник, медсестра. И, в общем-то, врачи ей поставили на фоне этой болезни бесплодие. То есть она не может родить ребенка. Но она еще молодая. То есть ей поставили крест на этом сначала. А потом болезнь развивалась каким-то таким фантастическим способом, что ей дали всего 5-6 лет жизни. То есть сказали, что вот ничего не можем поделать. Ну, то есть что-то... В общем, знаете, я еще не очень хорошо понимал ее английский, потому что вот Австралия, они очень быстро говорят. То есть если вот англичан с английским, они там медленно тянут, там можно успеть. А вот австралийцы, они прямо и тегмины тоже. И вот то, что я уловил, что потом ей сказали, что все, она неизлечима, и что через 5-6 лет, ну, то есть нужно готовиться. И вот это стало ее толчком. То есть ей терять больше было нечего, и она стала раскрываться. И она, конечно, ударилась в духовность. Потому что, смотрите, ну, программа разрушена, а квантовая физика говорит, что внешняя реальность – это иллюзия. То есть в иллюзии она уже поняла, что она ничего не сможет найти. И она, конечно, отправилась внутрь себя через духовность, через мастеров она общалась. Она просветлела такая... Она действительно такая светящаяся, вот... И более того, она сказала, что мои анализы стали улучшаться. То есть вот на фоне всего этого мои анализы стали улучшаться. То есть, понимаете, вот... Что такое пробуждение? То есть медитация, вот на самом деле, она ведет к пробуждению. А пробуждение... Что такое пробуждение? Я вам сейчас постараюсь рассказать точную аналогию. Потому что, когда я пробудился, я вообще не понимал, что со мной произошло. Я не понимал. И более того, это были... Это был 2007 год. Не было тогда ни Ютуба, ни каких-то мастеров, не было ни книг таких. Ну, может быть, просто это вот мое сознание. Я находился в таком окружении, что у меня не было информации. И я толком не понимал, что это произошло. Но я точно понял, что вот все, что раньше я знал, это вообще неверное понимание жизни в тот момент. Но что происходит во время пробуждения? Вот смотрите. Это очень похоже на ночной сон. Когда вы спите ночью, и вы видите сон. Вы видите сон. Вы разве знаете, что это сон? В этот момент вы считаете, что то, что вы видите, и там, где вы находитесь. И вы верите, что вы тот персонаж, который вам снится. И вы реально он. И все, что с вами происходит, это происходит с вами. Который на самом деле спит в комнате, на кровати. Но в тот момент, когда вам снится сон, вы верите в то, что в этом сне все реально, и это все происходит с вами. Потом вдруг вы просыпаетесь, и вы понимаете, что это был сон. Что это было нереально. Что это все было иллюзия. Что это все сон. Это фантазия. И вы пробуждаетесь. Смотрите, пробуждаетесь. Теймин пробуждения. Ведь не только я его использую. У нас, кстати, сайт называется Азис пробуждения. Квантовые физики, они говорят, что между сном и вот этой янью нет никакой разницы, потому что и то, и это иллюзия. Смотрите. Они не говорят, что и то, и это реально. Они говорят, что и то, и это иллюзия. Но в данный момент, пока вы не пробудились, вам эта иллюзия, когда вы спите, она кажется чем? Реальностью. И вам кажется, что все, что здесь происходит, это происходит с вами. И вы поэтому так реагируете. Хотя говорят, не принимая близко к сердцу. Не привязываясь ни к чему. Потому что это же сон, вообще-то если так поразносить. Но пока мы спим, мы же не знаем, что это сон. И вот я до момента пробуждения говорю, что если меня оскорбили, естественно, я отвечу. Ну, в зависимости от того, кто оскорбил нас. Если сильный, то он отвечет так. Как ты дальний, слабый, то отвечет так. То есть, вы знаете, мы же от животных, в общем-то, у нас следовали очень много. Вот у нас хвостик есть такой небольшой, да? Да, я не вспомнила. Но вы знаете, вот эти обезьяны, мы относимся близко к приматам, да, у них, оказывается, тоже есть месть. Вот если самка, ну, условно, А обидела самку Б, то самка Б непременно обидит детеныша самки А. И еще к вечеру она уже успеет это сделать, да? То есть, вот месть. Месть. Причем, они различают вот это родство. То есть, хорошо, я не тебе, но я твоему ребенку отомщу, да? Соответственно, ребенка. То есть, знаете, у них тоже получается, что если ребенка обижают, то меня это тоже задевает, да? То есть, вот у животных это тоже есть социальная психология. Они изучают вот эти принципы социологии, как люди ведут себя в группах, потому что, смотрите, человек сам по себе, он ведет себя одним образом. Но когда он попадает в группу, он себя может вести совершенно непредсказуемо, как он никогда бы не вел себя, когда он один. И это оказывает на нас фактор социальности, то есть группы. И вот пока мы с вами не пробудились, мы верим, что это реально, и мы все принимаем близко к сердцу, и поэтому наше настроение, оно может очень сильно меняться. Мы очень неустойчивы, и более того, мы даже себе не отдаем отчета, ни в чем. Мы просто, как программные существа, живем на реакциях. На реакциях, пока не возникнет сбой программы, после которого мы начнем читать. Искать. Никто от хорошей жизни духовное развитие не идет. Потому что, знаете, вот тоже говорят про мужчин, попадется тебе хорошая жена, будешь счастливым. А попадется, Микера, станешь философом. Получается, что к философии ведут трудности жизни. И вот то, что программа ломается. И вот в этот момент человек не сразу приходит к медитации. Это тоже достаточно такая эволюция, длительный путь. Иногда это может занять 10, 20, 30 лет. Иногда. И так и человек не дойдет, кроме, что он с обидами там работает, прощать научился. Он так и не приходит к пониманию, что такое медитация. Потому что, видите, вот все, кто сталкивался с медитацией, вот уже почему-то у всех это было и в мое время, мы не можем принять эту вещь, как то, что нам нужно делать регулярно. Потому что зубы как-то мы научились чистить регулярно. Но помните тоже, да, что не сразу это пришло? Все-таки пришло, да? А вот медитация, это, видите, потому что, наверное, мы уже во взрослом бодрасте, мы уже устоявшиеся. И более того, видите, что это же сон, по сути, получается. Это сон, в котором мы спим. А медитация это пробуждение. А, видите, просыпаться всегда не хочется. И поэтому, когда мы садимся в медитацию, это как бы время, ну, и быть, если вы смотрели фильм «Начало» с Леонаром Ди Каприевым, там у них был выброс. То есть, чтобы проснуться, у них был какой-то выброс через музыку, и они просыпались во сне. И вот, чтобы вам здесь проснуться, пробудиться хотя бы немножко вот в то, что вас в течение дня куда-то увлекло. Вы сильно отождествились вот с этим сном, сильно попали в какие-то эмоции, в мысли. Но вам нужно хотя бы немножко вот найти этот центр, хотя бы немножко успокоиться, да? Но нет другого способа. когда мы находимся в этом сне, вот в этой иллюзорной реальности, мы настолько верим в то, что это все настоящее, и в том, что мы являемся, смотрите, если мы спим, то мы обязательно должны верить, что мы этот персонаж. вот фишка просепления и полного пробуждения, она заключается в том, что вы распознаете, что вы и сновидец, что вы тот, кто осознает этого персонажа точно так же, как во сне. Вот почему этот термин пробуждение, почему пробуждение называют, и я привел разные конфессии, да, а везде называется пробуждение. До тех пор, пока вы отношены с этим телом, у вас будет четыре экзистенциальных страха, потому что экзистенция существования, страх существования этого тела. Чего боится это тело? Что оно в конечном итоге, куда оно попадает? В какой ящик? В какой ящик? В какой ящик? Ну, сейчас и не в ящик, да, сейчас по-разному. В бурночку. Да, нужно и в бурночку попасть. Если есть это тело, то у вас всегда будет страх смерти, потому что тело смертное, страх одиночества, потому что тело, ну как, тело это вот то, чем мы отделяемся от существования. И вообще принцип, ну, еще этот сон называют игрой, божественной игролио, то есть сознание вообще-то забавляет, придумав себе вот такую игру. Будучи единым, оно разделилось на множественность, и вот стало еще и там враждовать, и какое-то миролюбие тоже, да, происходит, потому что война без мира не существует. То есть война всегда ведет к миру, а мир получается, ну слушайте, ну, вот только мы зажрались, честно говоря, да, только вот уже все наладилось, да, только все, и тут здравствуйте, так сказать, степень, то есть, ну, а мамонты, в которых они даже переварить не успели, пищу, они замерзли, вот это мгновенное похолодание, ученые развертают, что так могло изменить на земле, что они мгновенно замерзли, буквально мгновенно, потому что пища даже в желудке еще осталась, да, даже у забавшины ожирать, да, да, вот, то есть получается, что, видите, вот, а потому что это сон, и закон сна, сон, он не стоит на месте, он все время меняется, и когда мы отождествляемся с телом, мы вступаем в мир дуальности, то есть мир дуальных понятий, но вообще-то мы вступаем в ум, мы вот из этого чистого сознания, ну, давайте я уже раскрою, да, вот то, что мы ищем, вот из этого безмолвия, из этой осознанности, вот если вы сейчас осознаете, то вы краешком себя сейчас используете, но вы просто себя не помните, не распознаете поэтому прямо сейчас, потому что без себя вы здесь не можете быть, вот смотрите, когда вам ночью сон снится, вы же осознаете, что там персонаж делает что-то, но осознаете же вы, а не тот персонаж, которого не существует во сне, вы же осознаете, но в этот момент вы себя не различаете во сне, и точно так же сейчас вы осознаете, вы имеете эту осознанность, Потому что осознанность имеют даже неосознанные люди Ну, вы встали, вы же не вываливаетесь с дороги Куда, ну, что-то В канал вы не падаете У вас хватает осознанности, чтобы идти прямо по дороге, да? Не выйти в дверь и так далее То есть у вас все-таки осознание какое-то есть Даже если вы не медитируете, не знаете, что такое духовность И не практикуете осознанную осознанность Но бессознательная осознанность у вас тоже есть То есть это сознание, оно присутствует Но просто вы не помните себя, вы не можете различить себя, потому что у вас очень сильная идентификация по умолчанию, опять же по законам этой игры, сразу заблуждение. Первое, с чего начинается весь этот мир, — с неведения. То есть сознание само себя забавляет, оно должно забыться, то есть оно должно забыть, кто оно, и отождествиться вот с этим миром. А этот мир появляется из ума, потому что все, что прямо здесь сейчас существует, — это же работа ума. Ну как? Ну вот смотрите, вы сидите, что, просто так сидите? Вы же сидите, потому что вы себе умом сказали сидеть. Да. И сейчас вы смотрите сюда, потому что вы умом знаете, что, то есть все вам дают мысли. Вы ни шагу, ничего, вы не можете делать без мысли. Вот, кстати, сейчас поправились, да, положение тела. Почему? Потому что мысль сказала, что неудобно, надо поправиться, да. Сейчас, если у нас возникнет какие-то естественные желания, мы начнем думать, как бы это все-таки выйдет, да. Или попросим делать перерыв, то есть мы постоянно мысли, а все остальное мы тоже знаем название. И через эти названия мы пребываем в этой реальности. Это гора, это пол, знаете, вот что-то, что вы здесь не знаете. Если вы не знаете, вы подбежите в слова и дадите этому название. Или, по крайней мере, неопознанный летательный объект, НЛО. Да, то есть все здесь есть проекция ума. И на самом деле вся наша жизнь, она построена из ума. И поэтому, когда мы попадаем в эту реальность, по умолчанию мы попадаем в ум и отождествляемся с первичным чувством «я». Я, мысль «я». Самая первая – это мысль «я», в которой рождают потом все остальные мысли. Потому что весь этот мир крутится вокруг этого «я». «Я» и дальше, да? А зачем мне машина? Потому что «я». А зачем мне жена? Потому что «я». А зачем мне эта вещь? Потому что «я» опять. А зачем мне это сразу? Потому что «я» опять путешествует туда, да? И так далее. То есть вот это «я». И вокруг этого «я» и вот рождается вот этот дуальный мир. Причем мир понятия добра и зла. Слушайте, но… Дау Лао Зе. Слышали такого, да? Лао Зе, мудрец. Вот он как раз таки говорил, что победителей надо встречать в похоронной процессе. Ну, победителей в войне надо встречать в похоронной процессе. Потому что эта победа в любом случае привела к смертям. И с той, и с другой стороны. То есть победа и результат смертей, да? Но он также и говорил, что… Вот об этой дуальности он и говорил, что добро не может существовать без зла. Зло не может существовать без добра. Слушайте, но если вы умышленно делаете специально добрые дела, добрые дела, то на самом деле вы даете повод злу. Как без. Понимаете, вот и получается, что… Ну, просто это зло придет отсрочено немножко, да? И, ну, знаете, вот может быть в поговорках мы это можем заметить вот благими намерениями. Вымышена дорога в ад. Когда вы пытаетесь сделать добро, причинить человеку, да? Значит, а потом вы попадаете в ад. Потому что этот человек потом все списывает на вас, да? Что выйдет на в ад во всех его бедах. Но на самом деле, как только вы сделали доброе, вы выделили в реальности вторую половину. Зло. Потому что добро без зла не может существовать. И это зло должно оправдать себя. То есть оно должно дополнить. Потому что эта реальность, вот этот дуализм, он вообще-то касается целого. То есть целое дуально. И поэтому когда мы из этого целого выделяем одно, целое не может существовать. Оно себя должно дополнить до целого. И поэтому, когда мы делаем специально добро, то целое дополняет себя злом. Потому что добро и не целое. оно целое со злом есть такая опять же поговорка не было бы счастья за несчастье помогло да то есть опять же как вроде же это было зло и плохо но на самом деле а как она дополнилась добром прислал пионерию в ватсайпе они там рассылают и вот тоже у нас вот этот я еще достал пионеры то есть там узнать какую крич пионеры там что такое будь готов всегда всегда где за дрессировали если ребенок там с 4 классом воспринимали пионеры всегда готов всегда готов всегда готов и понимать эта программа до то есть всегда готов будь готов всегда а для чего готов? Куда готов? Зачем? А ты хочешь этого? Да, тогда такие вопросы не задавай. Если мы будем все-таки тратить время на то, чтобы искать свою истинную часть, а это медитация. Вот я не там провалил ретрит. Мы вообще живем в социальной жизни, и поэтому медитация кажется нечто тем, что больше подходит к монашеской жизни, к людям, которые уходят, уединяются в пещеры, они посвящают себя этому. Но на самом деле это не так. На самом деле мы действительно нуждаемся еще в большей степени, чем те монахи в этой медитации, потому что мы живем в очень турбулентной среде. – ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok